Так, ну что, заседание продолжается, господа сетаперы, аниматоры. У нас на повестке дня сетап языка. Поехали. Здесь три контроллера. Сетап довольно простой. Три контроллера от Rejoint, Apparent, Scale, Constraining. Контроллеры должны двигаться, вращаться, масштабироваться. И таким образом добиваемся необходимого эффекта. Поехали. Так, прячем геометрию лица. Зубы меня тоже не интересуют. У меня есть вот такие контроллеры. Контроллеры собраны в группу, каждый в свою собственную группу. Это группа по иерархии, последовательно припарниченная друг к другу. Обязательно их не фризить эти группы. Контроллеры должны быть в нулях. И группы мы ни в коем случае не фризим. Для того, чтобы оставалась информация о локальных осях в этих контроллерах. Поехали. Создаем джойнты. Петлетон, джойнт тул. И добавляем джойнты. Пока что расположение этих контроллеров до того момента, пока я не создал джойнты, в принципе, не имеет значения. После того, как я создал джойнты, желательно вот эти контроллеры поместить четко, то есть не сами контроллеры, а группы этих контроллеров четко поместить в джойнты. Поехали. Здесь выделяем тоже группу в джойнт. И здесь я выделяю тоже группу в джойнт. Не беспокойтесь, что на группах не нулевые вращения. Главное, чтобы нулевые оставались на самих контроллерах. И опять-таки напоминаю, группы не фризить. В принципе, так, теперь нужно назвать спочку джойнтов. То, чтобы каждый не называть отдельно, я назову родитель, префикс, еровки, names, октаник. Один, два, три, четыре. Отлично. И теперь можем привязать, ага, перед тем, как привязывать, нам нужно посмотреть на ориентацию. Опять-таки, мне надо, чтобы она максимально совпадала с глобальной системой координат. Скелетон, ориент, джойнт, ось Z будет смотреть в кость, ось Y будет смотреть вверх. Все правильно. Дэплайм. Проверяем. Все в порядке. Ну, теперь можно подозначать контрейны. А, хотя нет, давайте сначала прискинем. Выделяю геометрию, выделяю джойнты, выполняю команды скин, байнд скин, байнд. Здесь нас интересуют Selected Joints, режим Interactive, Maximum Invent 3. Можно пока что их не раскрашивать. Давайте привяжем джойнты к контроллерам. Контроллер Joint Constraint Parent. G, G, Constraint Scale, G, G. Проверяем. Двигается, 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 вращается, скейлится. Я специально убрал возможность скейла по Z, чтобы не возникала деформация этих контроллеров. То есть мы вместо скейла будем вот так вот двигать эти контроллеры. А у последнего его можно скейлить. Потому что у него дальше нет контроллеров. Так, ну давайте теперь немножечко разукрасим. Первым делом назовем Skin Cluster. Titanic. Skin Cluster. Rain Skin White Stool. Ну и здесь просто я хочу убедиться в том, что нет у нас влияния на лишние вершины. Например, этот джойнт слишком далеко влияет. Поэтому я в принципе все их возьму, да и перекрашу. Нет. Для этого джойнта пока что здесь максимальное влияние. Для этого джойнта здесь максимальное влияние. Ну и здесь давайте пока сделаем. Сейчас не совсем критично. А для этого джойнта вот здесь, на вот этих оставшихся точках, максимальное влияние. Таким образом я уверен в том, что никакой из джойнтов не влияет сам, где мне не нужно. Теперь могу взять... Теперь надо посмотреть, как у нас деформация происходит во время движения контроллера. Раз, два. Соответственно, ломаная деформация. Нахожу в Pain Skin White Stool и начинаю смосить. Немножечко просмошу соседние сплиты здесь и здесь. Для этого джойнта... Вот здесь. Вот здесь и вот здесь. И для этого джойнта... Сейчас тоже нажимаем троечку. Вот здесь нас интересует... Значит, ага, все уходится, все нормально. Троечка. Вот, мягкий такой изгиб, хороший. Отправляем контроллеры в мали. Кручиваем геометрию. Скажем, Skin Edit Skin Mirror Skin Weights. YZ positive negative closes one to one and five. Смотрим. Раз, два, три. Крутим, вращаем. Есть еще такой момент. У нас для этих контроллеров Rotate Order стоит Z, X, Y. Зачем? Для того, чтобы ось Z двигалась за осью Y, когда я вращаю ось Y. Чтобы все время язык мог вращаться в круг, собственности. То же самое нужно выполнить для джойнтов. Z, X, Y. Z, X, Y. Z, X, Y. В принципе, все. Осталось только джойнты и контроллеры разместить в глобальной ноде контроллера. Поехали. Отображаем контроллеры. Джойнты. Я их сгруппирую на всякий случай и назову группу Tank Joint Group. И эту группу отправлю к кости челюсти. Parent. У нас, в принципе, кость челюсти будет управлять. В принципе, она не управляет, потому что здесь Parent Constraint, Scale Constraint, а Constraint и иерархию игнорируют. Но просто по иерархии джойнтов я их туда отправлю. Контроллеры. Контроллеры мы не будем никуда парентить. Мы их привяжем к контроллеру... А, вернее, не к контроллеру, а мы их к джойнту челюсти привяжем. Чтобы, когда у нас открывается челюсть, чтобы язык двигался в ней автоматически. Раз, два. Джойнт челюсти в язык. Constraint Parent и Constraint Scale. Еще на всякий случай. Для чего? Для того, чтобы, когда я буду скейтить голову, чтобы контроллеры языка у меня тоже скейтили. И саму группу я закину в глобальную ноту контроллера в Character Control. Проверяю. Масштабируется весь персонаж. Язык тоже масштабируется. Масштабируется голова. Язык тоже масштабируется. И отдельно своими контроллерами язык тоже масштабируется. Откроем голову. Hands, Head. Я спросил джойнты, чтобы они не мешали. Еще у Джоинт. И вот, смотрите, когда я опускаю челюсть. У меня язык движется вместе с челюстью. И если необходимо, я в дальнейшем даю анимацию отдельно для языка. Так, в принципе, все. Дальше будем настраивать зубы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...